Что делать, когда совсем некому обратиться за помощью? Людей из кризисных ситуаций готовы спасти и спасают волонтеры хантамантийского центра «Фавор». Сегодня на их счету тысячи людей, которые твердо стоят на ногах и смело смотрят в будущее. Хотя еще недавно их жизнь казалась обреченной. Как добрые отношения меняют судьбы? Репортаж Юлии Кузнецовой. Он пил меня не первый раз. Эти кадры мы снимали два года назад. Тогда Александра с шестью детьми только приехала из Москвы. Абсолютно потерянная и растерянная. В далекий Ханты-Мансейск молодая мать бежала от мужа, который избивал ее прямо на глазах у детей. Вот он сейчас придет, а вдруг он будет не в трезвом состоянии. И вот этот страх у меня был все время. Сегодня девушка крепко стоит на ногах, имеет любимую работу и ни капли не жаляет о принятом решении рискнуть и поменять свою жизнь. Тогда руку помощи ей протянул кризисный центр «Фавор». Многодетные маме купили билеты на самолет и поддержали. Не только материально, предоставив на первое время жилье, еду и одежду. Но самое главное – подарили веру в себя и свои силы. Раньше я боялась уйти, боялась, что я сама не выживу, что не смогу поднять детей. Но сейчас я поняла, что это не так и что я могу все. Сегодня под звуки рояля собираются гости на благотворительный вечер в красивых платьях и костюмах. Даже не скажешь, что за плечами этих улыбчивых людей тяжелые судьбы и непростые испытания. Вот уже 15 лет центр «Фавор» помогает тем, кому, казалось бы, идти уже некуда. Семьи, пострадавшие от насилия, бездомные, зависимые. На счету «Фавора» тысячи человек, излечившихся от алкоголизма и наркомании. Среди них Михаил Сколозубов. Сегодня он не только ведет трезвый образ жизни, но и сам горит делом благотворительности. Осознал свою жизнь, пересмотрел все взгляды и понял, что вот как надо жить с Божьей помощью, помогать людям. Планы «Фавора» – открыть филиалы в каждом городе округа, чтобы как можно больше людей имели возможность начать новую жизнь. К каждому городу нам звонят и готовы открыть филиал, подключиться и вести интенсивную работу. Мое сердце наполнено радостью, что нас становится все больше и что наше дело действительно необходимо. Уже в ближайшее время филиалы «Фавора» появятся в Урае, Югорске и Нижневартовске. Юлия Кузнецова, Сергей Ваяшко, Вести Югория, Ханты-Мансийск.